Отдача от субсидий. Помощь от государства должны получать только те, кто производит качественную продукцию и развивает производство. Обозначил на расширенном заседании правительства глава государства, затрагивая вопросы агропромышленного комплекса. Нурсултан Азарбаев поручил изменить механизм субсидирования сельхозпроизводителей. Фермер из Южного Казахстана Шарипхан Мрзатайулы считает, что нужно использовать субсидии для дальнейшего развития хозяйства, а не создавать фермы ради субсидий. Алмау Разбаева продолжит тему. Фермером Шарипхан Мрзатайулы стал не так давно. Прежде чем заняться своим делом, посоветовался с сыновьями. Их у него шестеро. Мнение было единое. Откармливать лошадей на мясо и молочных коров заводить. Своих денег не было, и мы обратились в региональный инвестиционный фонд в Шимкенте. Там дали 40 миллионов тенге и всего под 6% годовых. Еще каникулы на первый год дали, чтобы на ноги могли встать. Это для нас ощутимая льгота. Купили лошадей в России. Провозить через границу стало проще. Льготы таможенного союза действуют. Еще несколько голов приобрели на местном рынке. Сейчас их стадии около 90. Когда понадобились работники, местные власти направили их на ферму по программе «Занятость-2020». Мне платят 60 тысяч тенге в месяц. Меня это устраивает. А так сидел бы дома без работы. А у меня трое детей. Здесь меня научили делать лошадям прививки, уколы. Теперь это моя основная работа. Сейчас хозяин фермы задумал купить 100 племенных коров, молоко производить. Все посчитал. Столько же обычных буренок будут давать тонну молока в день, а племенные в два раза больше. Правда, везти их придется из-за границы. И стоить они будут дороже. Зато с такими удоями окупятся быстро. А главное, государство в таких случаях поддерживает субсидиями. Я внимательно слушал, о чем говорили на расширенном заседании правительства. Вопрос о субсидиях верно поднят. Не нужно создавать ферму только ради того, чтобы получить их. Вот сейчас я куплю племенных коров и получу субсидии. Это мне поможет сэкономить деньги. Я поставлю цех по переработке молока. Правильно говорит президент, что субсидии нужно давать только тем, кто производит качественную продукцию и развивает производство. Тогда и отдача будет. Глава государства поручил правительству изменить механизм субсидирования сельхозпроизводителей. Шарипхан Марзатайла ожидает, что это даст эффективный результат. Алмаур Азбаева, Нурмахам Мусатов, Южно-Казахстанская область. Субтитры создавал DimaTorzok